Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем с вами карьеру Круга Светка в FIFA 23. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе. Буду рад вас всех там увидеть. У нас выездная игра в чемпионате и также две домашние. Одна против Нека, вот в чемпионате другая, в кубке уже против Твента. И мне интересно посмотреть, это второй раунд. Мы вроде, да, мы именно со второго раунда, но это, я так понимаю, одна восьмая, кубка Голландии. Вот, и мы начинаем против Твента. Будет интересно, против двух вот этих команд в чемпионате мы играем вторым составом, ну и против Твента выйдем нашим первым главным составом. Выходим мы против Волиндама вторым составом. Вот даже и голкипер у нас резервный, поэтому снег на стадионе, чемпионат Голландии. Поехали. Волиндам принимает Херенвен, команду, которая идет сейчас на первом месте. И интересно посмотреть, кто из игроков Херенвена сегодня себя проявит на поле и будет на карандаше у Златана Ибрагимовича, чтобы выходить в стартом ставе. Потому что тот же Келлер, который один из ключевых игроков стал последних матчей, именно игрок чаще всего второго состава. Поэтому было бы интересно понаблюдать за игроками и вот так вот сразу уже. Хотя Талак делает подачу, но найти нападающего этой передачи не получилось. В своей команде, а вот опасный какой момент, Маус выручает. А вот у Херенвена лучшие результаты на выезде в лиге. 8 матчей, 8 побед. Вот, но Маус здесь молодец. Пас на Фомие. Тоже интересный нападающий. И вот передача-то на Колосина не забивает наш арендованный форвард. Мяч в ногах не смог сохраниться. И опасная атака сейчас от Волиндама и 1-0. Но здесь я не знаю, это чисто, мне кажется, вратарский гол. Хоть и защитники позволили пробить в таком моменте, но все же это мяч, который пролетает рядом с тобой, да еще и низом. Ну вот, пропускает сейчас Херенвен на выезде в концовке первого тайма. И вот теперь обязательно надо забивать. Наоборот, действует. А вот это Хири. Хороший момент, Тахири забивает. Отличный дальний удар. И Тахири, так он еще же из капитанской повязкой у нас. Поэтому все логично. Капитан взял на себя вот эту вот ответственность. Пробил, забил. Все замечательно. 1-1. Повезло сейчас нам то, что мы вот так вот быстро сравняли. Во втором тайме только буквально вот вышли. И первым же ударом. Сравняли вот снова мяч. Так летит в руке. Ну, 1-1. Защитника Келерт. Через Фамие. И так вот обратно. Все супер. Келерт. Отличная подача. Это на Хойчдонка. И Тот забивает и выводит Херенвен вперед. Да он, не знаю, даже 5 минут, мне кажется, действительно не провел на поле. А вот так вот отлично. Показал себя в атаке. Подсказал Келерту, как, что нужно сделать. И Тот отлично на него отпасовал. Супер. Пока что волевая победа за Херенвеном. Тяжело именно за него так играть. То, что скорость нулевая. Мюхрин. Отличная передача. Ол Чих. Ол Чих забивает. 2-2. 80-я минута. Ну, здесь я не знаю. Смотрим еще раз. Здесь, опять же, провал в обороне. Тут уже за голкипера трудно было что-то делать. Открытый был правый угол. Вратарский и туда и пробил. Сразу же мяч до него добирается. И он видит. Подключение Келерта в атаке. 2 минуты добавил арбитр. Ходж Донг. Неплохо. Передача на Келерта. Надо забивать. И что делает Келерт? Он забивает победный гол. На уже добавленной 92-й минуте Херенвен забивает третий мяч. В этой встрече. И забивает Келерт. Вот в этой атаке все отлично было сделано. И отлично то, что Довбик нашел этим пасом Келерта. Вот именно вперед. Отдав. После вот углового. Хорошая контратака, так можно сказать, прошла. И Брагимович, естественно, доволен. То, что второй состав побеждает. Хоть и забил один гол. Игрок из основного состава. Ходж Донг. Но все же. Победа есть победа. На выезде минимальная. Волиндам тоже неплохо себя показали. Два мяча забили лидеру. Чемпионата Голландии. Но по этому матчу много минусов, конечно, у нас было. И игра в обороне, и вратарская игра. Но все же. По ХГ мы наиграли на два мяча. Волиндам на один. И давайте посмотрим теперь статистику наших игроков. Кто стал лучшим? Лучше стал Келерт. У него гол плюс пас. Дальше идет Ходж Донг. Один забитый мяч. Фамие отдал в этом матче голевую. И голевая у... Не голевая, а голевое действие. Вот. У Тахири. Гол. Ну и Ланг, кстати, тоже неплохо себя показал. 74 оценка. Без листативных действий. Но все же. Очень даже неплохо. Итак, у нас очередная игра в чемпионате Голландии. И мы играем против команды Нек. Я, кстати, не знаю. Мы вроде же против них уже играли или нет. Походу, что нет. Потому что у нас еще первый круг не закончен. Поэтому команда идет на 13 месте. Мы на первом. У нас отличное лидерство в 9 очков над вторым местом. Играть будем также в втором статах. Но только вратаря я бы, пожалуй, поставил из основы нашего Ноперта. Поэтому посмотрим. У них, кстати, Сильцин на воротах. Я не знаю, тот или нет. Ну и вместо Колосина я бы поставил все-таки Довбика. Интересно на него тоже посмотреть. На его результативные действия. Мало у него их в последнее время. Поэтому вот против такой команды посмотрим, что он сделает. Играем дома. Ясная погода. Поехали. Херен Вен против Нека. Команда с низшей части турнирной таблицы. Ну и тут каждый матч можно вот так вот именно подводить. Играют против лидера чемпионата Голландии. Но против таких слабых команд мы все-таки выпускаем тех игроков, которых я бы хотел посмотреть по рангу как минимум. Чтобы они соответствовали. А вот так вот Нек забивает. Просто он прошел всю оборону. На третьей минуте забил игрок со стрелочкой. Но просто мяч вперед пробросил. Ноперт вообще ничего не сделал в этом моменте. И Товсан забивает третий гол в 14 матчах. Ну вот так вот. Вторую игру подряд сегодня мы пропускаем первые. Снова проходят игроки и забивает Дуэл Лунд. Так, ну у меня сразу, это я впервые так делаю. После двух пропущенных мячей я меняю Ван Оттели. Выйдет Ван Бек вместо него. Но это вообще не дело. Это снова с его позиции проходит эта атака. Но вот с двух мячей я не помню. Мы вроде еще не отыгрывались. Но вот теперь будем пытаться. А тут ждет, ждет подключение чьего-нибудь. Здесь Довбик. А можно и штрафной. Можно штрафной. Довбик оставляет мяч и будет у нас штрафной. Давайте попробуем. Я очень хочу забить, постараться. Потому что, ну, мне кажется, было бы, значит, так, не парашютом, бы, щечкой. Так, ну я надеюсь, что получится. Так вот, легонечко. И мяч залетает. Келлер забивает со штрафного. Прямым ударом. Отлично. Уменьшаем преимущество. Поэтому проблем никаких вроде нет. Время еще очень много. Ну вот, замечательно, что забили со штрафного. Аккуратненько так. Самую девяточку. Келлер забивает. Тут даже не пригодилось то, что игрок лег. А, игроки даже не прыгнули. Вот так вот. Зачем тогда игрока положили вниз, если они не прыгали? Это странно. Здесь уже и Фомие. Фомие на Келлерта. Удар. И Сильцин справляется. Но мне кажется, это не тот. Не тот самый. Так, ван бег. Келлерт. Через два века. Артем. Артем нужно забивать. Артем забивает. Артем забивает. Сравнивает счет. И вот так вот. 0-2. Хернвен отыгрались. Счет 2-2. И возможен камбэк. Но сейчас бы я бы и замены делал. Хоть Ждонка того же бы выпустил. Потому что ну надо. Делать эту историю. Ну и слава богу, что Довбик. Наконец-то у нас забил. Давно не забивал. Так, Товсан. Да здесь уже выходить надо. Ну аперт нет. Дуэл лунт. Вот этот забивает вроде как второй уже мяч. В наши ворота. И ну камбэка пока что не будет. Надо нам снова сравнивать счет. Стараться как минимум. Но здесь я не знаю. Очень долго Товсун действовал с мячом. Я уже вышел голкипером. Ну а там уже отскок. Повлиял конечно. Ну а здесь и затяжки. Действительно уже назад начали посылать. И все друзья. Ну вот поражение. Нэк наносит второе поражение для Херенвена в этом сезоне. Аякс и Нэк нанесли лишь по одному поражению сейчас для Херенвена. Но здесь сами виноваты. Пропустили в начале. Вот. Хоть и заменил я центрального защитника. Это сильно-то не помогло. Но всего лишь видите 4 удара. И это им хватило. Ноппер тоже как-то не вошел. Хотя вот по их G. Но мы должны были выигрывать. Вот как-то так. Обидно. Обидно. Хоть понятно, что для нас это не сильная потеря по очкам. Но все же обидно проигрывать всегда. Келлер стал игроком матча. Гол плюс пас у него. Замечательный гол со штрафного. Довбик забил один мяч. И на этом все. Ну что же. И сейчас у нас последняя игра. В сегодняшнем выпуске играем мы против Твенте. 1-8 кубка. Голландии. Играем дома. И естественно будем играть первым составом. Состав на ваших экранах. Поехали. Первый матч для Херенвена в кубке Голландии. Встречаются они против Твенте. На стадии 1-8. И вот сейчас Херенвен подходит в такой смутной форме. Еле вымучили победу со счетом 3-2. Потом проиграли еще и Неку. С таким же счетом. Поэтому я вот не знаю. Что будет у нас сегодня. Но играет первый состав. Поэтому надо как-то Ноперта размять. Либо что. Но вот. Игровая практика. Которую мы дали нашим игрокам второго состава. Пошла нам немножечко комом. Но все же. Это опыт. Лично для нас. Кому-то повезло нас обыграть. Кому-то нет. Вот он ждал чьего-нибудь подключения. Отдает на Хойч Донка. Тот на Довбика. А тот с левой ноги-то забьет. Попадает в перекладину с рикошетом. Так. Спокойно. Халилович. До мяча добирается. Ольсан. Пас на Хойч Донка. Но это либо нет. Казалось бы мне прям так. На пенальти бы тянуло. Но. Арбитр говорит что нет. Опасный момент. И Стейн забивает. И вот снова провал какой-то в обороне. Непонятно для чего держали здесь. Не смогли почему-то отобрать мяч. И здесь вообще вот он просто упал. И это наверное был его игрок. Не знаю с чем. Вдвоем побежали на одного игрока. Ну и вот. Херенвен пропускает. В первом же кубковом для себя матче. Херенвен и Киркес. Вот. Киркес доборется или нет. Вроде когда боролся. Передачу даже отдал. Но Унерсталь. На ленточке отлично отыграл. И будет угловой. В начале второго тайма. Довбик отлично. Ну выручает. Но здесь и Ноперт молодец. Не выключился из этого эпизода. Ходждонг с мячом. Пас на Ван Эвика. Но не складывается вообще никак игра у Херенвена. Ходждонг как разворачивать. Да и бить-то надо. Отлично. На 85-й минуте Ходждонг забивает. Ну просто вымучил этот гол Херенвен. И продолжает свою борьбу за Кубок Голландии. Есть еще на самом деле время. Давайте Кюллер вместо Халиловича. Может быть получится сейчас все перевернуть. Именно в концовке встречи. На вынос все. Но я не знаю. Либо тут дополнительное время. Либо сразу будет серия пенальти. Это надо смотреть. Регламент чемпионата и Кубка Голландии. Я вот честно не знаю. Ну скорее да. Дополнительное время. Ну что же. Посмотрим. Замен у нас вроде как сильно-то и не было. Вот только Кюллер-то там выпустил. И вот какие опасные здесь передачи. Со стороны Твента удары и гол. Хер забивает. И снова Твента выходит вперед. Я не знаю что здесь уже говорить. Но никак не складывается игра у Херенвена в этой встрече. Не понимаю с чем это может быть связано. Отличная передача на Кюллер-то. Ван Эвик. Пас на Кюллер-то. 2-2. И Кюллер забивает. Не зря мы его выпустили в концовке. Основного времени. Там на 89-й вроде минуте. После как раз забитого гола Хойчдонка. Поэтому здесь все замечательно. Давайте Тахири выпустим. Почему бы и нет. Он забивал на сегодня выпуске. Может быть тоже гол принесет. Поэтому снова Херенвен отыгрывается. Ну здесь-то надо забивать. Нет. Умерсталь. Выручает. Но какие моменты сейчас у Херенвена. Ван Эвик. Отлично. Здесь надо сразу выбегать вперед. Хойчдонк. Через Довбика. Артем. Артем. На тебя смотрит весь Херенвен. Артем Довбик. Забивает. На дополнительной уже 122-й минуте. И выводит Херенвен вперед. В четверть финал Кубка Голландии. Казалось бы все. Сейчас уже арбитр будет свистеть. Хойчдонк отдает этот пас. Никого не осталось в обороне Твента. Один лишь защитник. И вот Довбик. Естественно обыграл. И все. И здесь спокойно выход 1 на 1. И с левой ноги мощно приложился Довбик. И он забил. Как Павлюченко был спящим гигантом. Так и здесь. Довбик тоже проснулся в нужный момент. Проигрывали мы по ходу встречи в двух голах. Голах, когда нам забивал Твента. До конца мы сравнивали. И вот здесь вот уже в концовке дополнительное время Артем Довбик переломил ход встречи. И все. Финальный свисток. Херенвен. Ну вымучивает. Как и в первом матче у нас тоже это было. Вымучивает победу. Ибрагинович проходит дальше в четверть финал Кубка Голландии. Ну и просто все супер. Друзья. Этот матч можно. По этому матчу можно снимать кино. Три удара у Твенты. Два из которых стали голевыми. Ну они и наиграли на эти два гола. Но и мы. По факту наиграли на три забитых мяча. Лучшим игроком признан Ходждонг. У него гол плюс пас. Дальше идет Керкес. На третьем месте Довбик. Один забитый гол и он стал победным. Он Эвика дал голевую. Ольсон тоже с голевой передачи. И здесь вот идет Кюллер. Который тоже вымучил этот гол. Сделал еще 2-2. Потом все замечательно. Херенвен идет дальше. Итак, все команды сыграли во втором раунде. Спарта обыграла Воллиндан со счетом 2-0. Утрих минимально переграл Иглз. Херенвен минимально переграл Твенты. Валвик переиграл по пенальти Витес. Нек обыграл Эксельсиор. Фортуна прошла АЗ. ПСВ прошли Фейнорт. И Аякс проходит Гронинген. Ну то есть вот ПСВ и Фейнорт, наверное, казалось бы, самая тут грозная пара. Такая в стадии 1-8. Даже на нашу пару никто бы и не смотрел. Поэтому топовые команды остаются. Для меня чисто это вот ПСВ, Аякс и все. Ну и мы. Поэтому побороться в четвертьфинале будет интересно. Вне зависимости от того, какая там будет команда. Потому что нам надо наконец-то победить уже уверенно. И вот уже прошла жеребевка. И вот Нек попадает нам в четвертьфинале, который мы проиграли совсем недавно. Со счетом 3-2 вроде. Если я ничего не путаю. Да, 2-0 проигрывали. И вот. Как-то так. Поэтому посмотрим. Нужно будет против них. Самый боевой состав выпускает. Да мы и против Витеса. Сейчас самый... Ой, против Витеса, говорю. Против Твента. Самый боевой состав выпустили. Но вот получилось, как получилось. На этом, друзья, все. Мы все так же на первом месте в чемпионате Голландии. У нас еще и матч в запасе. Можем сделать лидерство 8 очков над ПСВ. Лучший бомбардир сейчас это Дзолис. Из Твента как раз наш Ходждонг идет на третьем месте. Есть у него 12 забитых мячей. Ходждонг зато лидер по голевым передачам. 11 на его счету. И здесь также Бенитес. На первое место взошел игрок ПСВ по сухим матчам. И Йенсен по 5. И наш Ноперт вот на втором месте. На этом, друзья, все. Всем спасибо большое за просмотр. Кстати, тут, кстати, по новостям. Я не знаю, нам можно ли посмотреть, кто стал игроком года. Или нет. Нет, здесь уже пошли кандидаты на включение команды года. Вот. Но так больше нет. Поэтому всем спасибо большое, друзья, за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей. И канал Футбол. Это Жид. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok